приветствую друзья на связи андрей жариков вчера 10 августа на канале игл битрейт опубликовано видео где выступает молодой человек по имени мануэль климако судя по его рассказу он из испании из мадрида и видеоролик записан на испанском языке но благодаря тому что в ю тубе сейчас строена функция субтитров я включил субтитры на русском и собственно в целом можно понять смысл того что мануэль здесь говорит но если вы хорошо знаете испанский и скажем можете уточнить какие-то моменты то пожалуйста напишите об этом в комментариях то есть за правдивость информации не ручаюсь потому что сами понимаете от все-таки гугловский перевод автоматически он бывает не всегда корректен приветствую меня зовут мануэль я стал сотрудничать с игл битрейт более пяти месяцев назад 8 февраля если быть точным и оказался в гуще всех этих событий в первые месяцы команда быстро росла но последние три месяца стали очень сложными с различными препятствиями конечно сложно работать если наблюдаешь такую ситуацию мне звонят мне пишут каждый день спрашивают если какая-то информация я решил посетить офис в лиссабоне и менее чем за два часа мы организовали встречу сандрой реберал если ты планируешь открыть офис конечно тебе нужно иметь четкую картину того что происходит в компании нас было четыре человека из мадрида встреча продлилась более трех часов мы задавали самые разные вопросы и каждый из этой встречи сделал свои выводы наши выводы основана не только на том что мы видели или что они нам сказали нам показали подписанные документы они отвечали на наши вопросы каким выводом придете вы после просмотра данного видео это ваше решение я уже принял свое решение и перечислю по пунктам то что я видел сегодня первое это то что компания создала новый бэк-офис который отличается от того которому мы привыкли почему было принято решение создать новый бэк-офис потому что команда очень быстро росла даже несмотря на все возникшие проблемы я считаю что если бы компания планировала просто закрыться не было бы никакого смысла создавать новый бэк-офис второй момент компания произвела реорганизацию в своей структуре поскольку за все последние месяцы работы компания стала международной а для международного развития требуется уже другой стиль управления есть два руководителя и много различных отделов я могу подтвердить что нам действительно показали подписанные документы между игл битрейд и клаудио энрике или барак обама я видел сертификат джуниора аморал как трейдера видел результаты трейдинга также нам показали информацию по коинам на мой взгляд все эти изменения позволят компании стать более эффективной что касается тех мастеров которые покинули компанию я не хочу это обсуждать это их решение бэк-офисе нам показали различные улучшения которые позволят управлять структурой более эффективно теперь относительно выплат за все время нашего общения из того что нам показали у меня не сложилось впечатление что нас хотят обмануть кинуть и так далее за время подключения систем возникло много препятствий и они работают над их устранением компании уже старается не называть конкретных сроков потому что раньше они их называли и по различным причинам не могли выполнить то что запланировали на мой взгляд если бы они не верили в будущее компании вряд ли бы они проделывали такую большую работу которую проделывают имея всю эту информацию я принял для себя решение продолжать сотрудничество с компанией на протяжении трех часов мы выслушивали разные мнения и сейчас я вижу всю картину в целом я понимаю что многим приходится проявлять терпение ввиду всей этой ситуации многие рассчитывали на получение прибыли вывод денег и так далее могу сказать что руководству компании тоже очень не нравится сложившаяся ситуация не нужно думать что они там только развлекаются поскольку я с первого дня делаю видео данные компании делюсь информацией я решил и в этот раз записать видео и поделиться впечатлениями я не считаю себя негативщиком но также я не из тех кто будет аплодировать не имея на то веских причин встреча с руководством придала мне уверенности компания настроена улучшить коммуникацию с инвесторами это будет происходить в нашем обновленном бэк-офисе есть сотрудники которые поддерживают команды на разных языках русский испанский и так далее повторяю я поделился своими собственными наблюдениями и собственными ощущениями данное видео мы записываем прямо в офисе компании в лиссабоне и сейчас вы увидите короткий фрагмент где собственно они показывают офис что могу сказать от себя конечно всяких положительных замечательных новостей за последние три месяца мы наслушались просто уйму и на мадере и в дубае как там народ и веселился и подпрыгивал да только что то у нас от этого веселья на наших кошельках денег не прибавляется да ну товарищ по имени мануэль съездил лично в лиссабон пообщался с руководством ну надо отдать должное молодец всегда полезно получить информацию из первых рук собственно как видите на данное посещение придало ему уверенности потому что он увидел документы увидел какие-то договора и так далее ну собственно ждем как вы знаете опубликовано видео где показан новый бэк-офис это конечно хорошо только мы пока самого бэк-офиса не видели видели только видеоролик но сейчас у нас суббота завтра еще воскресенье наверное где-то на следующей неделе должны быть какие-то либо новости от компании может быть даже нам уже дадут доступ в этот самый обновленный офис будем надеяться что в ближайшее время ситуация разрешится и период ожидания наконец закончится риски на рынке инвестиций к сожалению высоки никуда от этого не денешься поэтому я всегда подчеркиваю важность создания инвестиционного портфеля я на своем канале публикую видео в которых рассказываю о своем опыте инвестирования в разные компании я стараюсь быть объективным и делюсь и хорошей информацией если в компании что-то хорошее происходит и плохое это тоже важно ну и соответственно рекомендую вам также формировать инвестиционный портфель чтобы получать доход из различных источников и меньше зависеть от вот таких непредвиденных ситуаций которые нам например подкинула компания игл битрей когда на протяжении трех месяцев сплошные хорошие новости но почему-то выплат все так и нет следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго